В Донской глубинке, в отдаленном хуторе Мостовом, усть Донецкого района возродился храм. Стараниями прихожан и меценатов, казачья старинная церковь в честь апостола-евангелиста Иоанна Богослова впервые в своей новой жизни широко отметила престольный праздник. И впервые божественную литургию в ней возглавил епископ Волгодонский Исальский Корнилий. Храм апостола Иоанна Богослова, видно издалека, возвышается на самом высоком холме казачьего хутора Мостовой, усть Донецкого района. Храм пытались разрушить, но не так-то это просто, строение-то добротное. В итоге в 70-е годы из него сделали склад с ядохимикатами, здесь хранились колхозные удобрения. И местные жители в 90-е годы, когда начали его восстанавливать, рассказывали, что долго не могли выветрить вот этот запах химии. Но теперь здесь пахнет елеем. На улице солнечное сухо, а войдя в храм, прихожане надели бахилы. Столь нежное и трепетное отношение к Дому Божьему во многом обусловлено той кропотливой многолетней работой, которую здесь проделали местные жители. Воистину восстанавливали храм всем миром, буквально по крупицам. Много усилий, много труда ушло на это дело. Времени много, много людей ходили с пожертвованием. Сто лет возрожденному храму, престольный праздник и еще одна большая радость в этот день была у прихожан. Божественную литургию совершила глава Волгодонской епархии. Святаго Славного и Всехвальдого, апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Его же и памятник не совершает, и жива святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Польского. В абсолютной тишине, при полном внимании прихожан под сводами храма, звучит проповедь владыки Корнилия об апостоле Иоанне Богослове, о том, что именно ему были даны откровения о судьбе мира, и именно ему Господь наш Иисус Христос доверил заботу о Пресвятой Богородице. «Обращаясь к своему ученику Иоанну, он говорил ему, сыне, все матерь твоя, обращаясь к своей причистой Богоматери, сказал мне, жена, все сын твой». «И вот как раз в лице Иоанна Богослова, умирая Христос Спаситель, усыновился к нам причистой Богоматери». Возрожденный храм в хуторе Мостовом открыт уже больше года, однако именно этот престольный праздник можно считать началом его второй жизни, ровно через сто лет. «Сегодня у нас действительно для нас это историческое событие, потому что все гонители уже ушли, канули в лету, а храм наш стоит, и в нем сегодня служил правящий архиерей наш, епископ Волгодонский Сальский Корнилий. Это действительно утверждение слов Господа, который говорит, что «осозишь до церкви свои врата, да ее не одолеют». Поэтому сегодня мы, по сути, увидели вот это вот возрождение». Добавлю, что в территориально небольшом Уздонецком районе за последние несколько лет уже восстановлены и действуют девять старинных казачьих храмов.